Дорогие интернет-зрители С вами снова Скудер И это 15 серия прохождения Grand Tourism 3 Для второй Playstation Ну что же В прошлой серии мы с вами Начали прохождение раллиных чемпионатов Прошли Все таки две гоночки Ну и в этой серии Мы с вами Как я и говорил Отложим пока ненадолго Раллиные чемпионаты Отдохнем от них И возьмемся за классические Кольцевые трассы Посмотрим Что мы сегодня сможем пройти Ну надеюсь Сможем пройти Несколько чемпионатов Все таки И вот в прошлой серии Мы с вами заработали Два раллиных аппарата И один из них Является Американской машиной Поэтому У нас до этого еще не было Американцев Так Давайте Мы купим Слики Это раллиный аппарат Поэтому Так Что взять Софт Медиум Медиум Софт А гляньте-ка У него куплен Средняя резина Что-то я сразу не заметил Ладно Отлично То есть Он прокачан Полностью Еще и резина Вот тут даже есть Даже слик Куплен Поэтому Поэтому все хорошо Давайте посмотрим Так Вот у нас Звезды и полоски Собственно говоря Это и есть Американский чемпионат Правда денег Не много Дают Всего Три с половиной Тысячи Рублей Ну Что же делать Поедем Тут Здесь Должны машину дать Собственно говоря Деньги Это не главное В жизни В жизни Гонщика Главное Это тачки Крутые тачки Ну и надеюсь Что На американском чемпионате Дадут нам Все-таки Американскую машину Так А поедем Мы с вами На Трассе Сиэтл Обновленный Естественно Со времен Второго Туризма Красивый С четким Вечерним Освещением Ой блин Проспал Старт Жал на окно На крестик Че-то Задумался Конечно Аналоги Все Вы видели Короче Вместо Газа Жал тормоз Стартует Конечно Он Очень Везло Ну Ролин Амарат Да и коробка Вот у него Минима Короткая Стоит С этим Могут быть Проблемы Что на прямых Возможно Будут сливаться Разгоняемся Разгоняемся Резвенько Но будет страдать Скорость На прямых Посмотрим Если что Если будем Вдруг Втыкаться В ограничитель Вот мы строим Резвенько Светл Светл Не скоростная Трасса Прямо скажем Блин Вы гляньте Какое освещение Все-таки Давненько Опять не играл В третью часть Четко Конечно Я смотрю С освещением Вообще В полифоне Парываются Достаточно Много Ух ты Смотрите Комрак Обходит На прямых Действительно Правда В ограничитель Все равно Не уперлись Так что Тут рельсы Ага Вот они Рельсы Так Прикольно Жостик Вибрирует На переезде Так В лидеру Удалось выйти Я тут Перед тем Как записывать Серию Думал Что Ну Третья часть Гранд Туризма Это Такая Скажем Наименьшая У нее Привязка У меня К ней Непосредственно Третьей части Эмоциональная Скажем так Потому что Это Единственная Часть Которую Я не играл Вот И Ну то есть Допустим С тех времен Когда она была Еще Подростком Я был Я в нее Тогда не поиграл Поэтому Играя в нее Сейчас Я как бы Для себя Ее заново Открываю И Конечно Совершенно Новый опыт Но В то же время Вот Нету Такого Настолько Приятного Что ли Ощущения Как Если бы Я Когда я Проходил Первую Или вторую Часть Гранд Туризма Ну Или даже Вот Когда мы с вами На стримах Играли Четвертую Четвертую Я тоже Проходил А вот Третья Это именно У меня О ней Воспоминания Только Привязаны К чувству Что я Постоянно Хотел Где-то Поиграть И я О ней Только Читал Журналы Допустим В то время И Мне На тот момент Когда я читал О ней Журналы Какие-то Статьи Афишел Пейстейшн Или Еще Какие-то Видео-игр По-моему Назывался У меня Тогда Еще Была Первая Сонька И Я Конечно Масторгался Скриншотами Представленными Зурналами И Мне Очень Хотелось У нее Поиграть В те Времена Так и Не удалось Ни Когда У нее Поиграть Вот Как бы Восполняю Сейчас Этот Пробел Но Непосредственно К игре Все равно Как бы Привязки Эмоциональной Собственно Горя Нет Есть Только Желание С того Времени Помнится Так Ну Тем временем Мы Без особого Труда В принципе Одолели Первую Трассу Сейчас Посмотрим Что у нас Тут Второе По-моему Там Три Трассы Было Даже Четыре Так Так Я Дальше Супер Спидвый Ну Посмотрим Вот Это По-настоящему Будет Скоростная Трасса И Возможно Здесь Возникнут Узложности Так Можно Не слик Еще Ну Тут Ограничений По резине Слава богу Пока Еще Нету Которые Появятся С пятой части Поэтому Скорее Всего У нас Преимущество По резине Поэтому Они в поворотах Так сильно Не тормозят Что Просто Спортивность Так Не держит Хотя Четыре Известно Посмотреть Тоже Некогда Еще У них За Настройки Да Сейчас Кстати Перед тем Как записываю Эту серию Посмотрел Первую пятничную Тренировку Перед Германии Как раз таки Сейчас Надеюсь Успею Записать Эту серию До начала Второй Через Полтора часа Начнем Вторая тренировка Вот Ну и В первой тренировке Росберг Первый Хэмилтон Второй Два Мерина Впереди Росберг Впереди Юиса В принципе Понятно Это все Тренировки Только Пристрелки Но У них Обычно Как правило Так и бывает Тренировка 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 Темп Задает Тренировка Смотрим Что там Как будет Ну конечно Хотелось бы Чтобы Росберг Сейчас Гоночку Выиграл Чуть-чуть Сбил Победный Настрой Хэмилтона Уже Из последних Шести Гонок Пять У них Реально Как качели Начало Сезона Было Очень Удачно В Росберге Первые Четыре Гонки Вообще Поднего Рока Выиграл Сейчас У Хэмилтона Началась Победная Серия Так Получается Вторую Гонку Тоже В принципе Без проблем Выиграли Хоть и на Скоростной Трассе Так Дальше Там Чего У нас Было Да Лагун Асека Как раз Таким Американская Трасса Американский Чемпионат Американские Машины Американская Трасса Все Как и Должно Быть Так Ну Думаю На Лагуне Секе Проблем Особо Не будет Да Кстати Я заметил Что У нас Электроника Включена Опять Трекшн Контроль Мешается И Стабилизаторы Активные Сейчас Быстренько Повырубаем Машина Все-таки Четырех Выдовая Зачем Нам Все эти Стабилизаторы Трекшн Контроль И прочее Ерундистика Только Душат Мотор Сейчас По идее На разгоне Вообще Тоже Себе Очень Трезво Повести Скортик Повырубаем Повырубаем Видали Какой пожористый У меня Спорт С Денкой Могу Орадива Ловить Ну да Ну да Хорошо Унесло 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 Кобра Ничего Перепил Перепилы Перед Стартом Вот Тоже Кстати Красиво Заходящее Солнце Желто-оранжевый Свет Красиво Конечно Хотя Тут еще В принципе Освещение Не Динамическое Ну то есть Солнце Всегда В одном Положении Но все равно Красиво Так Так вот Возвращаясь Слим Формуле 1 По Прошлой серии Там тоже Много с вами Говорили О формуле Читал я Комментарий Там Алекс Вульф Вернулся Я был Очень рад Спасибо За комментарий Те Уже Вот Ну и Насчет Макса Перстаппина Там Тоже Ты Высказался Вот В таком Ключе Что Мол Там Команда Вся За него И прочее Там С обеточки Зрения Еще проще Да Конечно Я Согласен С тем Что За него Команда Ну Че уж Говорить Если они Посреди Сезона Блин Одного Своего Пилота Выкипнут И Там Поменять На Другого Так Не Терпелось Они Штанов Выпрыгивали Что Посреди Сезона Посмотреть Как Себя Перстаппин Естественно Что Команда За него Но Но Все Таки Не Стоит Преуменьшать Именно Его Характер Возможно Именно Благодаря Его Характер Это Собственно Говоря За Нему Теперь Так Рыбнул Держится Если Он Был Какой Помягче Гонщик Может Быть У него Результат В таких Нем Там Конечно Много Своих Еще Подводных Камней Связан С Ферстаппин У него Папа Очень Такой Хваткий Скажем Так И С Ферстаппин Ну Если Кто Не Знает Папа Макс Это Тоже Гончик Формула 1 Уступавший 90 Начало 2000 Не Сказать Что У Него Карьера Удачная Сложилась В Начале Карьеры С Шумахером Выступал Даже За Минетон Но Скорее Вторым Номером Однозначно Пару Ходил В То Дальше Собственно Горя Карьера По Нисходящему Не Ушла В том Смысле Что Команды Слабее Слабее Заканчивал На Компе Бинар Не мог Особо Ничего Показать Естественно Но Вот Как Менеджер Как Такой Воспитатель Он Оказался Очень Пробивным И Для Макса Очень Жестко Дорожка Прокладывал Компе О О Чем Можно Говорить Если Макс После Формулы 3 Неполного Сезона Его Сразу Пописали Второ Россо И Он Скакнул Сразу Через Множество Степений Сразу Формулы 1 Поэтому Это Не Последнюю Очередь Заслуга Конечно Его Отца Поэтому За ним Серьезные Силы Конечно Стоят Но И Сам Он Смотрю Не Теряется Парнишка Хоть Он Такой Вот И Молодой Молодой Да Ранний Что Называется Поэтому Он Еще Короче Покажет Кузькину Мать Как Говорится Я Так Думаю Ну Если Его Не Обломают Но Не Думаю Что Его Особо Обламывали В Крайней Мере На Людях Никогда Командную Тактику Особо Не Применяли Так Может Где-то В закулисье Но Сейчас В принципе Два Быстрых Молодых Пилота Достаточно У них Поэтому Дадут Сражаться Между Собой Тем более За титул Они пока Не борются И Смысла Придерживать Одного Ради Другого Как бы Нет Никакого Вот Поэтому Максимка Я думаю Выдаст Еще Да Он Уже Выдают Вот Это Что касается Макса Херстапина И Нет Наверное Даже Еще Еще Пару Слов Скажу Нечто Того Что Ну Ему Очень уж Просто Так Дерзить Брэкбул Всем остальным Да За него Вся Команды Посмотрите Например На Начало Карьеры Того Того Например Хэммитона Да Или Феттеля Того Жен В том же Самом Рэдбул Или Ранее Еще Вильнева Вильямсе Там Тоже За Вот Этих Пилотов Перечислен Горой Была Вся Команда И Это Были Люди Ну Скажем Так Взращенные Командами Особенно Это Последний Гуг Это Хэммитона И Феттеля Но Да Команда За них Была Горой Но И В Макларене Даже В принципе Алонсов Жертвовал Но Хэммитон Все равно Себя Настолько Дерзко И самоуверенно Все Феттель И Подавна Это Именно Что У Макса Характер Он Очень дерзкий Молодой Человек И После Гран-при Венгрии Вы Посмотрите На его Комментарий Да и вообще Когда По ходу Гонки Например С кем-то Баталии Случаются Он Вообще Не стесняется Выражения Именно Что Характер Его Личный Это Уже В том Смысле Что Сейчас Как я Уже Говорил В эпоху Вот этой Молиткорректности И толерантности Во всем Он все равно Высказывает Свое Время Мнение И Достаточно Духое Дерзкое Что там Говорить Пацан Себя ведет Очень Самоуверенно Вот И Это Блин Это Хорошо Это На самом Деле Что Появился Такой Человек Если Он Продолжит В том же Ключе Повзрослеет Наберется Опыта Это Что У него Впереди Достаточно Большое Будущее Вот Ну Теперь Наверное На самом деле Все Сверстаппином Пока Вот Ну Про Даньку Квята Тоже Кстати Перед Трансляцией Почитал Новости И В самой Трансляции Сказали В общем Над Данькой Вообще Кучи Сгущаются Пошли Слухи Что Его Не продлят Второроссов По крайней мере Не хотят Продлевать Что Ждали Большего Хотя Это Тоже Блин Издевка Это Опять же Марко Говорил Упырь Еще Тот Ну Это Консультант Рын Как Можно Ну В общем Это Как Издевка Звучит Что Взяли Пацана Психологически Сами же Поломали И Заслугли Второросса И Говорят Ну Теперь Ему Там Бой Комфортно Мы Ждем От него Повышения Решет Тебя Вышвырнуть С твоей Должности И На должность Какой Секретутки Посадить И ждать От тебя Больше Производительности В общем Издевательство Там Полнейшее Прет И Не факт В общем Что Дань Продлят В этом Сезоне Но Есть Положительный Момент Что Вроде Как Так Давайте Посмотрим Что За машину Было О Да Комарика Дали Ништяк Это Все таки Американцы Дали Да Действительно Не Самого Лучшего Может Но Все таки Корветик То Был бы Покруче Варианта Так Что У нас Тут Еще Есть Где Можно Еще Будет Проехаться На Форд Так Тут Что То Японская О Нью Битва Так А ну Ка В Более Взрослую Лигу Так Вот Смотрите Чемпионатик Американский Еще Европейский Чемпионат О У нас Это ДТМ По сути Так Тоже Есть Полоски Звезды Так Ну Что Давайте Еще Время Позволяет Пройдем Чемпионат Тогда Так Здесь Уже И денег Больше Дают 7500 Чемпионат Машину Еще Раз Вон Сколько Рада Не тут Помощнее Конечно Будут Уже Это Уже Лига На Ступень Повыше Ну Посмотрим Сейчас Если Не буду Вывозить Тогда Ну Не знаю Камарика Может Прокачаем Или На Форд Что Ни Прикупим Может Еще Что Можно Поставить Так Я Еще Знаете Что Хочу Проверить Не Избились Ли Настройки Что Я Забыл Не Включились Ли Снова Эти Не Включились Помощнички Ну Сейчас Посмотрим На Этом Уровне Вы Визит Форд Старте По крайней Мере Уже Не Настолько Круто Но Ладно Сейчас Посмотрим Дальше Опять Сиэтл Сиэтл Все Начинается И опять Бобра Это Короче Все Те Желиться Фактически Против Нас Так Ну Ладно Потихоньку Поедем А здесь Кстати Уже Три Проехать Достаточно Много Значит Время Займет Чуть Ладно Чуть Страшно Чуть Дольше Серия Значит Займет Время Значит Что Касательно Даньки В общем Вроде бы Есть Слухи Что Им Там Если Даже Второроса Его Не Продлят Им Вроде Былет С Интерес Улица Было Был бы Неплохо Кстати Вообще Ему Надо Сваливать С Этой Конторы Редбульной Раз Они Его Так Жертву Приносят Значит Все Ну По сути Крест Поставили И Надо С Крест 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 И Дай бог Если Вильямс Попадет В принципе Вильямс Правда Сейчас Тоже Небольшой Спад В следующем Гагу Опять Правил И Интересно Как там Чуть Вильямс Да Тоже Команда Серьезная Вот Поэтому Тоже Было бы Неплохо С другой Стороны В Тора Роса Вроде бы Как Заключили Контракт С нашей Компанией Акронис Ну Они Уже До этого Заключили Но Сейчас По-моему Расширили Даже Договор И Сейчас Я видел В Германии Сразу Наглядное Подтверждение Что Рекламные Наклейки Стали Больше В задней части Машины Там Перед задним Атикрылом На корпусе Такие надписи Большие Акронис Ну И Как По-сути Знаю Чем Это Сулит Даньки Может Тогда Из-за Этого Из-за Расширения Партнерства Больше Вложения Денег Со стороны Компании Может Даже И Тора Рос Останется Вот Или Не знаю Если Он В другую Команду Перейдет Уйдет Уйдет Лиза Ним Акронис Неизвестно Но Он Еще Одна Арубская Компания Появилась В Формуле 1 Ну Если Кто Не знает Акронис Это Производитель Программного Измечения Что Они Производят Для Тора Рос Неизвестно Ну Может Какие Архивируют А может Просто Как И Именно Программное Ничего Смотрите Как Заносит Так Что И Ты Парень Ошибайся Да Чик Сразу И Обошли Прикольно Это К вопросу О Безошибочности Котов В пятой части Там Они Вообще Настолько Идеально Едут Что В идеальной Траектории Безошибочности Что Там даже Фанаты Стали Вопечь Что Ребята Как Вы так Искусственный Интеллект Настроили Добавьте Ему Программный Код Ошибки Что Ли Безошибочно Едем Здесь Вот Еще Этого Не наблюдалось В третьей части Кода Еще У себя По Реалистичнее Что Ошибки Совершают Вот Так Интересно Ездить Так Ну Это Я Вот Выделил Некоторое Время На Разговоры О Формуле 1 Куда Ж Без Них Ну А Тем Временем В трассе У нас В принципе Все Почти Так же Хоть Мы В Новой Лиге Сейчас Участвуем В принципе Из Особых Проблем Пока По крайней Потому Что Следующих Трасс Проблем В Сиэтле Не Наблюдается Я Кстати Сиэтл Обратку Вроде Та же Трасса Обратку Я Гораз Знаю И На Ней Проблем Так У нас уже Третья Круг Сейчас Мешало Главное Не затупить В последних Паре Поворотах Так Ну вот Есть Победа Первой Гонки Смотрите как ковра блин вывод сена даже несмотря на свои ошибки здесь хоть нормальная система начисления очков 3 части 2 там чуть 9 давали за победу так что у нас за следующая трасса эх он корветик бы дальний гранд спорт утремант ништяк боже наша трасса по идее нужно из этого чем можно сделать вывод что трилл манты у нас а в америке расположен ну или располагалась бы на реальном нет я хочу конечно в третьей части трасс малому это не дополняют чем попало вы гляньте как кобра на старте отрывается но она намного легче она совсем небольшая такая машинка она может по мощности и уступает тем зубрам и сзади он ехал но за счет своего веса напал выигрывайте по идее вообще кабриолет ух ты а прямой откусываются уже А, да, мне там еще в комментариях к предыдущей серии писали, что, в частности, трэш-паровоз писал, что, мол, либо я умею так ездить, праливно в режиме Гран-туризма, либо, насколько это физика адекватна, что вот еду аккуратно, там, не врезаюсь. Да нет, на самом деле, я пралив Гран-туризма не люблю, и я бы сказал, что я так особо хорошо езжу. Ну, просто я, хотя, во-первых, еду, ну, стараюсь ехать не параллельному, как бы, стараюсь, по крайней мере, ну, то есть, без особых заносов, как бы, действительно ехать аккуратно, поэтому, может быть, у меня и не так много ударов, каких-то разворотов, ушибов, но, ну, все равно они есть, и все равно мне этот режим не особо нравится. Да и физика, я не сказал, что особо адекватная, агролейная. Да, она стала лучше, конечно, чем во второй части, но не настолько, что у нее, вот, прям, реалистичные, там, натуратики. А насчет того, что ты говоришь, в четвертой части ты бьешься, там, а борта, ну, в четвертой части, извини меня, там физику переработали кардинально. То есть, то, что, да, они на одной платформе, да, на PlayStation 2, третьей четвертой части Гран-туризма, но в четвертой они очень сильно переработали, практически с нуля физику написали. То есть, она совсем другая, что кольцевая физика, ну, в принципе, трассы по асфальту, что на грунтовых, раллийных или, там, снежных, она очень сильно отличается. И в четвертой я в ралли тоже еду гораздо. Так что, не расстраивайся, трэш-паровоз. Не ты один такой. Так что в ралли я ни в одной из частей Гран-туризма делю. Ну, я в этом уже неоднократно сказывался. Я за то, чтобы его вообще не было права из-за этого раллиного режима. Так, ну, здесь у нас, кстати, сложностей побольше, например, лампы. На этой длинной прямой они, конечно, достают. Смотрите, какая красота, как солнечный луч из грузоведа. Продеваются. Да, четко, конечно. Блин, я вот не представляю. Вот если бы она мне, эта игра, третья часть, попалась бы вот в те года, когда я о ней так мечтал, что б со мной было, блин, инфаркт, наверное, прямо скрутил бы прямо перед монитором. Так же, может, и хорошо, что у меня тогда ее не было. Блин, очень красиво, конечно. Если бы еще представить, что это в то время такая графика была. Блин, это вообще обомнится. Точка вот эта. Так, ну, тем временем, все-таки мы и во второй гоночке и одержали победу. Опять Кобра, в котором месте. Так, что у нас за следующая трасса? А, нет, это, это суперспидвей. Суперспидвей. Ну, чё, проблем, наверное, реальный. Там напрямую так атаковали. Ну, хорошо, что это не тест-курс, а суперспидвей. В принципе, поворотом надо тормозить, и на этом хотя бы какое-то время отменивается. Блин, вперед уходит. О, и они все быстрее меня. Ага. В повороте всё-таки тормозят слишком сильно. Ну, нормально, это наш шанс тогда. Тогда окей. 46 мм. О, тады, ребята, я с вами справлюсь. Сейчас мы торможаем. Оп. По сути, торможения-то нет. Нет, мне вот интересно, форт этот ещё прокачать можно. По идее, он, наверное, квадролейный правил это здесь заточенный, персишный, у него 300 лошадей и всё. Можно, наверное, и турбину покручку ставить. Скорее всего, по ходовой части, там, по механической особо не прокачаешь, но на кобу не можно мощность. Мы даже оторвались. Ребятушек. 6-ая есть, 220. А, да, кстати, пару слов ещё скажу о проблемах-то на стриме. Помните, когда я с поездки стримил, периодически у меня изображение исчезало. В общем, я с этой проблемой так и не разобрался. В принципе, я понял, что это проблема именно в OS 3, потому что когда я стримлю с OS 4 через ОБС, там проблем никаких нет. Скорее всего, там проблема возможно в каких-то, допустим, в герцах, да, в которых выводится изображение с PS3 и на плате видеозахвата возможно как-то на входе то есть она другие герцы выдаёт, потому что из-за этого то есть конкретно в чём причина не знаю, но понятно, что причина PS3 не кабель какой-то нет, это именно что-то с сигналом, который уйдёт с третьей соньки, что больше проблем таких нет. Поэтому стримов с PS3 пока не будет. Потому что это в смысле постоянно эти проблемы будут вылезать. С PS4, да, в принципе постримлю ещё плохо, что на PS4 пока у меня гонок нет. Вот, но можно будет взять например у Carifano Drive Club есть, можно будет его взять и, например, в него поиграть при помощи. в эфире. Ну а так у меня на PS3 пока всё несколько игр. Ну, собственно говоря, в том, что мы с вами играли. Эфиром резиденты, пятый резидент, регулейшнс второй, тизер, не знаю, тизер седьмого резидента, это какой-то я не назовёшь, конечно. Вот, ну и ещё LifeEstrange есть. Поигрываю в неё. Прошёл первый эпизод. Вот. Может быть, постримлю. Вот такие дела. Немножко печально, селяви, как говорится. Так, ну, тем временем, очередная гонка прошла успешно. В принципе, пока проблем вообще не было никаких. Чё у нас там на следующем? О, в Сиэтл. Опять Сиэтл. Ага, Сиэтл 2 в обратку. Вот, вот где могут быть проблемы реально. здесь. Блин. Плохенько я её, конечно, знаю. Не, я знаю, как бы, сами повороты, куда иду, пока не делаешь, что-то. В голове прокручиваешь, но не очень, точно знаю точки торможения из-за этого мелкого ошибки. И отсюда вот проблемы могут быть. в принципе, задел по очкам у нас уже достаточно немного. Но это не значит, что можно сливаться полностью. Блин, главное вот кобру далеко не отпускать. сразу вперёд вырывается, но и не входит в отрыв. Ага, они ещё тут и на прямых быстрее, чем я. Ой-ой-ой. Ну, тем интереснее, посражаемся с ним. Всё, я уже чувствовал, что гонка не будет простой. Ценок проехали, а я лишь четвёртый. Достаточно далеко под игром, так что придётся попыхтеть. Вот. В чём я и говорил, что на точках торможения ошибаюсь. Поворот подходит. так, я чё-то не поймал, кто тогда вон корбет. Перед нами, да? они там все втроём на бой едут. Хорошо, что тут не открывается этот желтяк этот. Обра. Да, вот они все втроём тут идут. Лучкой такой. Ладно, ребята. Да, блин, что ты будешь делать, там, 5. Ещё эти. Вообще последний. Так, напрямую, нет, шансов. Ещё и эти накатывают. Блин, фигово, едешь не первый и пытаешься догнать впереди гущих, не получается и с этого нервничать начинаешь и ошибаешься, еще больше получается, отстаешь еще больше и еще больше нервничать, начинаешь, круто, круто. Надо собраться, а не можешь. Короче, в виртуальных гонках тоже спокойствие, тоже очень больно. Вот о чем я, собственно говоря. Так, вроде чуть-чуть подобрались, после них он остался. По прямой просто выезжают. Тушикан сейчас более-менее вошел. Толком, блин, неизвестный, вот сейчас опять длинная прямая. И в последней связке поворотов я что-то там на подъеме, на этом плохо еду. Да, очень точно поменим поворот. О, корвета, вроде ошибся. Ну давай, фортик, давай, выжимайся, все что можешь. Так, пошли ва-банк. Будем облокачиваться, короче, на них. Блин, осталось бы суть одно жесткое торможение. Вот здесь. Буду атаковать. Есть, отжал, отжал, отжал. Отлично. Вы гляньте, вы гляньте на него, накатывает, накатывает, накатывает. О, две десятки всего. Блин, вообще напряженная конка была. Прикольно. И опять победа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Самый-то главный результат. Я аж, если честно, пропотел немножко. Ну, отрыв теперь уже вообще гигантский. Теперь нам ничего не страшного. Можно даже на свете финишировать последние гонки. Что у нас, кстати, за последняя гонка там? По-моему, пять же гонок было. А, или даже шесть там. Нет, вроде пять. А, лагуна сека, рейсвей. Ну, здесь тоже должно быть, да, все-таки. Хотя, думаю, ну вот, в этой лиге там есть еще один американский чемпионат. Ну, как, собственно, наименчальный. Ух ты, это бобра опять вот по песку там его узелок. Как там там, звезды и полоски. И там, наверное, на форте, вот в этой программе конфигурации. Ух ты, вообще он. Блин. Парнишка, ты что? Что-то так шкивает. Что-то ему, видать, его настройки не подходят к этой трассе, помните? В первом чемпионате. Спасибо. Оооо, вообще, о, нифига, там разговаривали. Не смог он подобрать настройки к этой трассе. Что, со временем, прошлого чемпионата. Так вот, блин, в этой конфигурации форте за не вывезет на следующий чемпионат. Или надо будет, если он, конечно, прокачивается, что-то докупать на него. Ну, или смотреть, что еще есть у нас. У нас Камара есть, заработанный в предыдущем чемпи. Может, локачнуть. Хотя, Камара тоже, да, еще, балалайка, блин, поворотливая. Вот Корвет, Корвет, блин, вообще. Отличный вариант. Если бы дали его за этот чемпионат, я прям, прям, ну, пальцы скрещивать даже на ногах, чтобы Корветик дали. Так, жужжат где-то тут, рядышком, не дают. Забыть о себе. Кстати, да, вон второй Корвет идет, и нет, бог. Просыпалась. Ой, вон он, наверное, последний идет с этих Аликанского крива. Ну, что, он вообще откидывает на каждом повороте. Что-то он конкретно в настройки, видать, не попал. Может, в дождевой резидене. Ух ты, боже, смотри, него он побьет. Их мощность уже больше. Атакует прям вообще. Серьезно. Тоже не дают расслабиться. Интересно. Между собой еще борьба идет. Два Корвета там сцепились. Гранд Спорт еще. Мне Корвета еще со времен четвертой части. Фоспеда очень нравится. В хайстейксе. Корвет. Вообще, моя любимая машина. Хотя, это и аркада, конечно, все равно. Как бы там. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин. Не сбрасываются совсем. С моего старого. Астралийный аппарат. И пропуск. Блин, опасно. Все на волоске. Ох, опять вот здесь. Даже прошел. Ничего, сейчас я тебе. Атаковать буду. Опа. Смотрите, опа, бок о бок. Прям снизу. Отжал чуть-чуть. Вообще круто. Блин, вот такие сражения, конечно. Прикольные. Чуть-чуть зазевался и уже его самого там атакуют. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть еще бы не сломал. Вроде бы не сможет достать до финиша. Все. Победа. Да. Шо ты меня в зад тычишь, а? Да. Кобра тут слилась. И че в чемпионате? Кровет не прошел ее. А я думаю, хоть ков-то. А если бы вот он меня бы прошел. Тогда бы я впереди оказался. Но хрен ему, а не победа. Так, еще 7 с половиной тысяч. И денежки уже такие достаточно неплохие. Так, а че next? Че, еще одна трасса, что ли? А-а-а, вон оно че. Давайте, давайте. 20 тысяч еще за пакетчик гонать. Вообще нормалек. Хоть я и говорил, что как бы деньги для гонщика не самое главное. Но все равно это приятненький бонус. Так, еще машина. Машина, машина. Ого, ооо, человек 4. Ага, хрен. Кто-то я уже думал, на суть мы сейчас 4 тачки. А, то есть, здесь даже вон, как Витя показывает, что 4 машины можно выиграть. А, ну тут интересно, кстати, нововведение. И на выбор раз. RX-7 дали, блин. Ну, есть уже такая RX-7. Вот так. Здесь золото. Хорошо. Выиграли мы. Так, ща позырим. Че там за RX-7 такая? Type RS-287 лошадей. Понятно, не прокачано. Ну, по-моему, один в один у нас такая вот так. Вот она. А, ну, Type-RZ. А, на 3 лошадиные силы даже больше вот эта машина, вроде бы до этого была. Но так, я думаю, они все равно одинаковые. Так. Ладно, что же, давайте на этом закончим. Вот мы в этой серии 2 машины выиграли. Камара и RX-7. Ну, ладно. Пусть даже такая у нас машина уже есть. Зато знаем, что в том чемпионате еще можно 3 машины каких-то выиграть. Вот. Надеюсь, что вам понравились эти баталии, которые были в сегодняшней серии. Ну, а с вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки, как всегда, под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. И не забывайте включать заднюю передачу при движении задом. Видите, подняйте. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...